Лето, жара. Как же хочется пить? Нужно срочно утолить жажду. Казалось бы, проще всего взять стакан воды. Ведь вода это жизнь, а вода, насыщенная богатыми минералами, это прежде всего ваше здоровье. Так задумывались ли вы, какую воду вы пьете? Полезную или ту, которая может навредить вашему организму? Многие живут в плену стереотипов. Водопроводную воду пить можно. Достаточно ее прокипятить или отстоять. Но наши знания о воде давно шагнули вперед. И мало кто решится оспорить тот факт, что такая вода не полезна для организма. Ведь названные способы очистки справляются далеко не со всеми загрязнениями. Даже современные водоочистные сооружения не справляются с очисткой воды, загрязненной продуктами источных вод. В воде из-под крана может оказаться как токсичные вещества, так и нефтепродукты, ароматические вещества. В общем, все то, что наши предприятия сливают, допустим, в открытые водоемы. За состоянием водопроводной воды внимательно следит множество контролирующих структур. Но даже несмотря на то, что она полностью соответствует санитарно-педагогическим нормам, ведь ее специалисты не рекомендуют. Итак, вода из-под крана? Или будем беречь свое здоровье? Я выбираю второй вариант. И предпочитаю пить минеральную воду, ведь специалисты уже окончательно отнесли ее к пищевым продуктам. И это не случайно, ведь минеральная вода отлично утоляет жажду, повышает аппетит и улучшает пищеварение. Поэтому к качеству минеральной воды предъявляются жесткие требования. Главная из них – она должна способствовать сохранению здоровья, быть не только очищенной от вредных веществ, но и содержать полезные. Например, люди, которые страдают заболеваниями печени и почек, должны пить воду, скорректированную по солевому составу. По результатам многочисленных исследований, ученые выявили, что если принимать минеральную воду в течение трех недель, то на треть снижается проявление аллергических реакций и восстанавливается иммунитет. Питьевая распасованная вода, тем более обогащенная биологически необходимыми макро- и микроэлементами, такие как кальций, фтор, магний, йод, селен, необходима детям с раннего возраста. Она им полезна, она им нужна. Также эта вода нужна и людям пожилого возраста, дедушкам и бабушкам, и, в общем-то, и беременным женщинам. Полезных веществ в воде должно быть не меньше, но и не больше нормы. Человек должен получать сбалансированную по своему физическому составу воду. Впрочем, можно не быть специалистами, чтобы сравнить воду из-под крана и минеральную, и понять, какая из них ближе вашему организму. С вами на портале Пульс Плюс была Влада Егорова. Делайте правильный выбор и думайте о своем здоровье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова